Альбом с записями результатов охоты великого князя Николая Николаевича Младшего Санкт-Петербург, 1871-1907 годы Альбом для записи результатов охоты великого князя Николая Николаевича Младшего Записи в альбоме делались в течение нескольких лет На первом листе сделаны общие записи о результатах охоты за 1871-1891 годы Начиная с 1892 года записи велись подробные с указанием конкретных дат Страницы альбома разделены на графы Сначала идет графа «Место охоты», затем «Время», «Год», «Месяц», «Число» Следующие графы очень подробно перечисляют все виды зверей и птиц, на которых можно было охотиться Сначала крупные звери – зубр, лось, олень, тур, кабан С подразделением каждого вида на самцов, самок и телят Затем зайцы, отдельно русак и беляк, белка, кролик Дальше идут хищники – медведь, волк, лисица, рысь, хорек И, наконец, 50 граф посвящено птицам Среди них фазаны, глухари, тетерева Отдельно выделены хищные птицы – беркуты, орланы, ястребы Усадьба в Першине была построена еще во время императрицы Екатерины II В 1887 году Першина под охотничью резиденцию приобрел великий князь Николай Николаевич Романов Усадьба была перестроена, появилось много новых сооружений, в числе которых конюшни для породистых лошадей, каретный скотный двор, псарни Александр III – второй сын Александра II и императрицы моей Александровны Наследником престола был объявлен в 1865 году после внезапной кончины старшего брата Николая По мнению историка Татищева, по свойствам своего ума и нрава, Александр Александрович представлял полную противоположность старшему брату В нем не замечалось внешнего блеска, быстрого понимания и усвоения Зато обладал он светлым и ясным здравым смыслом, составляющим особенность русского человека и замечательной сообразительностью, которую он сам называл смекалкой Учение давалось ему нелегко, однако учиться он любил Его преподаватель, профессор двух ведущих университетов страны Соловьев Сергей Михайлович Историк, тайный советник, 30 лет работавший на индустрии России Особенно тесные отношения у Александра сложились с Побиноносцевым Побиноносцев, Константин Петрович, российский государственный деятель, ученый-правовед, писатель, переводчик, историк церкви, действительный тайный советник В 1880-1905 годах занимал пост оберпрокурора Святейшего Синода, член Государственного Совета Под его влиянием у наследника сформировались резко антилиберальные и антизападнические взгляды 20 июня 1865 года в Большой церкви Георгиевском зале Зимнего дворца состоялось принесение присяги Александрам на верность его императорскому величеству и государству Мария Федоровна, при рождении Марии Софии Фредерико да Агмар, императрица, супруга Александра III, мать императора Николая II 12 апреля 1865 года в Ницце скончался цесаревич Николай Александрович Это означало, что наследником российского престола становится его брат Александр А также и крушение надежд принцессы да Агмар, невесты покойного цесаревича Накануне скорбанного дня, в момент прощания, Николай Александрович неожиданно взял руку брата и руку невесты, соединил их, не вымыв ни слова 2 июня Александр Александрович прибыл в Копенгаген, где его встречала смущенная Дагмар Скоро он напишет отцу Петербург о том, что любит мини и уверен, что они могут быть счастливы вместе 12 июня 1866 года было официально объявлено о помолвке цесаревича Александра Александровича Александр Третий вступил на престол после убийства Александра 2-1 марта 1881 года А короновался 15 мая 1883 в Успенском соборе Московского Кремля Коронование было отложено на столь длительный срок из-за того, что Александр, сильно переживая трагическую гибель отца, хотел сначала наказать царюбей Русская либеральная интеллигенция восприняла смертные приговоры первомартовцам как возврат к реакции Толстой, Лев Николаевич, писатель, религиозный мыслитель, публицист, участник обороны Севастополя В начале царствования Александра Третьего письменно обратился к императору с просьбой о помиловании цареубиц в духе евангельского всепрощения 2 марта 1881 года Александр Третий издает манифест с перечным намеченных им реформ Прежде всего это казалось борьбы с революционно-террористическими обществами Арест Макарович Говорухин, революционер, студент Петербургского университета, был связан с группой Благоева Участвовал в подготовке покушения на Александра Третьего в марте 1887 года Группа Ульянова Шеверева В 1887 году эмигрировал в Швейцарию В Женеве работал в типографии группы освобождения труда Гейнсбург Софья Михайловна, революционерка-народница В 1888 году она предпринимает попытку восстановления партии народной воли Однако в мае 1889 была арестована и особым присутствием Сената в ноябре 1890 года Приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой 1 декабря этого же года ее доставляют в Шлиссельбург в старую тюрьму, где она, впрочем, пробыла недолго 7 ноября 1891 года она перерезала себе шею ножницами и в тот же день скончалась Кресты Существующая в настоящее время тюрьма была построена в кирпичном стиле в 1884-1892 годах По проекту архитектора Томишко Ее комплекс включал два пятиэтажных крестообразных в плане корпуса Традиционная для того времени планировка тюремных зданий Их форма определила название тюрьмы В ней было 960 камер, рассчитанных на 1150 человек В одном из корпусов на верхнем этаже изначально находилась пятиглавая церковь святого Александра Невского В крестах содержались уголовные преступники, а также политические, приговоренные к одиночному заключению Александр III выступал активным сторонником националистического курса Проводил политику русификации окраин Был принят ряд мер против евреев Сокращена счета оседлости Введена процентная норма евреев в учебных заведениях Воронцов-Дашков Воронцов-Дашков Иларион Иванович Граф, русский государственный военный деятель из рода Воронцовых-Дашковых Министр императорского двора и уделов Председатель Красного Креста, наместник на Кавказе Будучи личным другом Александра III После убийства его отца Организовал так называемую священную дружину Толстой Дмитрий Андреевич, граф, русский государственный деятель и историк, член государственного совета, сенатор, министр народного просвещения При Александре III министр внутренних дел и шеф жандармов Плеве Вячеслав Константинович, российский государственный деятель, сенатор, действительный тайный советник В 1881 году назначен исполняющим обязанностям прокурора В особом присутствии правительствующего сената Проводил энергичные и успешные действия по разгрому террористической организации «Народная воля» В 1904 году в Петербурге на Измайлском проспекте близ Варшавского вокзала Был убит эсером студентом Егором Сазоновым, бросившим бомбу в его карету Поводом для убийства послужили еврейские погромы в Кишиневе в апреле 1903 года Александр III всячески поощрял развитие отечественной промышленности Видя в ней возможность сохранения и укрепления России статуса великой державы Путиловский завод был основан в апреле 1801 года как чугунолитейное предприятие Выполнявшее заказы по производству артиллерийских боеприпасов В 1868 году он был приобретен известным российским инженером-предпринимателем Путиловым Который за 12 лет превратил металлургическое поначалу предприятие Многопрофильный машиностроительный комплекс Комната рабочего Император Александр III не очень любил жить в Зимнем дворце Основной в его местопребыванием была Гатчина Подолгу он жил в Петергофе, Царском селе А приезжая в Петербург, останавливался в Ванечковом дворце Придворные этикеты и церемониал при Александре стали гораздо проще Он сильно сократил штат министров двора, уменьшил число слуг И ввел строгий назор за расходованием денег Дорогие заграничные вины были заменены крымскими и кавказскими А число баллов ограничено четырьмя в год Александр, или как его называли в семье Бульдожка Вел образ жизни примерного семьянина Играл на духовых и музыкальных инструментах Интересовался живописью и русской историей Возглавлял русское историческое общество При всей своей внешней строгости в отношении своих детей Оставался любящим отцом Он не только ни разу в жизни не тронул и пальцем детей Но резким словом не обидел Если же между супругами случались размолки То совсем незначительные, быстро заканчивающиеся примирением Александр Третий, так же как его отец, был страстным охотником Он рано включился в эту царскую забаву Еще мальчишкой он охотился на птицу А юношей уже на более серьезную дичь Двадцатилетним юношем охотился на медведей Увлекался рыбалкой Часто летом царская семья уезжала в финские шхеры Также при дворе Александра Третьего Сложился обычай через год проводить осень на отдыхе в Спале Что в Польше в ловическом княжестве И охотится на линии только в обществе самых близких лиц свиты и редких гостей Спала полюбился императору Ибо он там действительно отдыхал и жил так, как он любил жить Царская усадьба Спала расположена открытой площадкой Среди старого соснового леса на берегу реки Равки Охотничий дом двухэтажный, деревянный, на каменном фундаменте Очень простой и скромный На втором этаже были расположены комнаты царской семьи На первом комнаты для свиты и гостей Стены дома были украшены огромными оленями рогами Государь не любил активного участия дам в охоте Исключение составляла императрица Которая была отличной и смелой наизницей Для нее специально два раза в сезон устраивалась охота на оленя Верхом с гончими на французский лад Любым местом охоты императора была и Беловежская пуща Пристрастие которой питал еще его отец Александр II Положивший начало высочайших охот в этом благодатном крае И даже поставивший там памятник Зубру Для императора в 1880-1890 годах там построили новый дворец Участие в охотах принимали все члены большой императорской семьи Великие князья Николай Александрович, Михаил Александрович, Николай Николаевич Младший Великий князь Николай Николаевич Младший Первый сын великого князя Николая Николаевича Старшего Внук Николая Первого Среди знаменитых русских охот минувших веков Особое место занимает его псовая охота в селе Першине Алексинского уезда Тульской губернии Ее устройство было столь безупречно Что до сих пор она считается эталоном псовой охоты Известные эксперты называют Першинскую охоту уникальным явлением В охотничьих традициях России Ее национальным достоянием Красавцы борзые Услаждали душу великого князя Его волновала судьба уникальной породы И русской охоты в целом Вся очевидца событий сходится во мнении Что великий князь Николай Николаевич Производил неизгладимые впечатления Особенно на тех, кто видел его впервые Он поражал своей царственной внешностью Необычно высоким, почти двухметровым ростом Статью, гордой осанкой и громогласным голосом 17 октября 1888 года царский поезд, идущий с юга Потерпел крушение у станции Борки В 50 километрах от Харькова Семь вагонов оказались разбитыми Были жертвы среди прислуги Но царская семья, находившаяся в вагоне-столове Осталась цела При крушении обвалилась крыша вагона Александр, как говорили, удерживал ее на своих плечах До тех пор, пока не прибыла помощь Однако вскоре после этого происшествия Император стал жаловаться на боли в пояснице Профессор Труби, осмотревший Александр Пришел к выводу, что страшное сотрясение при падении Положило начало болезни почек Болезнь у клана развивалась Государство чаще чувствовало себя нездоровым Цвет листа его стал землистым Пропал аппетит, плохо работало сердце Зимой 1894 года он простудился А в сентябре, во время охоты в Беловежье Почувствовал себя совсем скверно Берлинский профессор Лейден Срочно выехавший по вызову в Россию Нашел у императора нефрит По его настоянию Александра отправили в Крым В Ливадию 21 сентября 1894 года Императорская семья приезжает в Ливадийский дворец Здесь могучий богатырь, которому менее 50 лет Угасает за месяц 20 октября 1894 года В 2 часа 15 минут пополудни Сидя в кресле Александр III скончался В том царская его заслуга Пред Россией, что царь Он верил сам в устои вековые На коих жиждится российская земля Их громко высказал И как с высот Кремля Иванов колокол ударит И в мгновение Все сорок сороков Христово Воскресенье О светлом празднике По Руси возвестят Так слово царское, летя из града в град Откликнулось везде народных сил подъемом И как живительным весенним первым громом Вдруг к жизни призваны Очнулся дол и лес Воскресло духом Русь Сомнений мрак исчез И то, что было в ней лишь чувством и преданием Как кованой броней Закреплено сознанием За долгие годы хранения Альбом претерпел переезды И вследствие этого появились повреждения Сложность реставрации заключалась в том Что текст альбома рукописный И не мог быть подвержен никакой влажной чистке Пришлось отказаться от удаления затеков Но самым тщательным образом Были удалены поверхностные загрязнения Всех листов альбома Нарощены и укреплены ветхие углы Восполнены утраченные фрагменты Тканевого покрытия Переплетных крышек Японской бумагой коза Тонированные в тон оригинала Произведена реставрация Кожаного корешка Подобранного по цвету и фактуре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok